Всего единожды в русской истории был составлен полный иконописный месяц слов. В конце 19 века иконы на каждый день года были написаны по заказу царствующего дома Романовых. И вот подобный проект решили повторить в Самаре. Изображения всех святых и праздников календарного круга создаются для храма Старообрядческой общины Древнеправославной Поморской Церкви. Искусствоведы говорят о будущей коллекции, как о художественной сенсации мирового значения. Этот проект уникален не только для Старообрядческой Церкви, он уникален вообще в русской культуре, потому что наряду с минейными иконами, это месячные, годовые миней, которые представляли святых на все дни года и заказывались храмами, тем не менее в такой полноте на отдельной доске изображались, чтобы святые все, почитаемые все праздники, это единственный и первый. Их уже более 60 иконы сейчас выставлены в зале Самарского художественного музея, а всего будет написано 400 образов. Особую значимость работам придает и то, что создаются они без императорского изволения, а на средство простых прихожан. Вот только мастеров, владеющих Старообрядческой техникой, сегодня не так много. Весь месяц и слов пишут трое иконописцев, следуя канонам Дониконовского православия и особо строгому уставу жизни. Правила преднапрессования иконы, сама жизнь это правила, то есть мы все равно придерживаемся поморства, мы придерживаемся как бы императорской жизни, не умершимся, не стараемся меньше, не смотрим телевидение, я, например, не смотрю, телевидение полностью не смотрю, ну, почти само собой, ну, много молимся. Изначально проект задумывался как долгосрочный, но желающих подарить храму икону своего небесного покровителя оказалось так много, что дело пошло значительно быстрее. В первую очередь этот проект преследует такую цель, что, конечно, это духовное. Все эти иконы, которые останутся, они будут еще, кроме духовной, они будут исторической и культурной ценностью, и всем этим будет обладать Самара. Храм Старообрядческой поморской церкви включен в гостевой маршрут к 2018 году, а значит, тот иконописный месяц слов, который создается сегодня, станет еще одной достопримечательностью города, а спустя годы по этим ликам потомки будут изучать историю нынешней Самары. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.